Доброе утро всем! Меня слышно к вопросу о тесте звука? О, отлично! Сейчас мы подождем буквально еще секундочку и начнем наш вебинар. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Всем здравствуйте! Кто бы где ни находился, меня зовут Татьяна, я бренд-менеджер компании HTS. Сегодня наш вебинар ведет Сергей Зеленков, он является техническим директором нашей компании. Сегодня мы затронем весьма важную тему циркуляции масла в контуре. Что на это влияет и как ему помочь правильно циркулировать. В общем, все плюсы, минусы и подводные камни. Прежде чем мы начнем, буквально несколько организационных моментов. Вначале мы послушаем Сергея, а уже после он ответит на все ваши вопросы. Свои вопросы вы сможете написать в чат, внизу слева. На время презентации чат будет закрыть, потому что это отвлекает спикера, когда постоянно падают какие-то вопросы. Вебинар наш будет записан, как и всегда, и выслан на почту в течение где-то двух-трех дней с момента нашего вебинара. На этом, в общем-то, все. Теперь я предоставляю слово Сергею. Коллеги, всех приветствую. Всем доброе утро. Я вижу, что у кого-то есть еще проблемы со звуком. Но большинство звук все-таки работает. Рекомендую переподключиться. Мне это помогло, чтобы у меня заработала камера и микрофон. Ну, в общем-то, давайте начнем наш разговор о циркуляции масла. Презентацию всем видно? Сейчас. Всем видно. Сейчас. Сейчас. Отлично. Ну, о чем мы с вами сегодня будем говорить? Естественно, мы будем говорить о холодильном контуре, о компрессорах, конденсаторах, прионопроводах и так далее. Так как мы поставляем готовые изделия, наши готовые изделия это прецизионные кондиционеры в основном, то мы будем говорить именно с точки зрения нашего оборудования об этом. Что же у нас будет влиять на наш холодильный контур и на то, как в нем циркулирует масло? В первую очередь нам надо будет разобраться с компрессорами. Компрессор это сердце нашей холодильной машины, которая обеспечивает всю работу. Второй момент, который мы с вами рассмотрим, это взаимодействие масла и приона. Прион, циркулирующий по проводам, является основным виновником проблем с маслом. Второй момент, третий момент, который мы будем рассматривать, это прионопровода. Об этом мы неоднократно уже говорили, неоднократно высказывали свои мнения по поводу проектирования. Я немножко напомню вам основные моменты и, возможно, их расширить. Дополнительно мы поговорим про элементы, которые нам помогают вернуть масло, безопасно вернуть масло в компрессор. И поговорим о такой проблеме, как вскипание фреона в жидкостной магистрали. В дальнейшем я объясню, почему это важно и почему я решил включить этот пункт, хотя напрямую это не влияет на циркуляцию масла. Поехали! Как вы все знаете, кипение в жидкости внутри замкнутого сосуда происходит при определенном давлении. При этом температура будет постоянной, если давление в этом замкнутом сосуде не будет изменяться. Соответственно, для того, чтобы удалять газ, который у нас испаряется с поверхности жидкости, нам необходимо устройство. В нашем случае это компрессор. В нашем оборудовании стоят разные компрессоры. Это как Битцер, Митсубиши, Кохланд. Соответственно, у Битцера представлена у нас практически вся линейка, от винтов до спиральников. Митсубиши мы используем только в наших инверторных компрессорах. И Кохланд мы используем во всех остальных моделях. Спиральный компрессор. Давайте рассмотрим работу идеальной холодильной машины. Все мы знаем, что красная кривая между С и Д это процесс сжатия в компрессоре. В данном случае показан идеальный процесс сжатия, когда энтропия у нас постоянна. То есть нет никакого обмена с внешней средой. На практике такого добиться практически невозможно. Из-за того, что у нас есть потери как при сжатии из-за конструкции самого компрессора, так есть и проблемы, связанные с контуром и потери в контуре, которые нам необходимо будет тоже преодолевать. Работа компрессора у нас будет вычисляться из энтальпии под этим процессом. И соответственно нетрудно понять, что если мы уменьшаем температуру конденсации и увеличиваем температуру кипения, то работа компрессора будет уменьшаться. Для примера я решил взять реальный компрессор, чтобы нам было о чем говорить. Этот компрессор используется в подсезионных кондиционерах небольших у Штульца. Это компрессор Коквант, работающий на 407-м кривом. Как вы видите из таблицы с характеристиками, то при различных температурах конденсации и температуре кипения, а водопроизводительность его достаточно широко меняется. Давайте рассмотрим идеальный случай. Зададим параметры в программе подбора компрессоров Коквант и посмотрим, что у нас получается. В идеальном случае мы не используем потери на газовом трубопровке. Соответственно задаем давление конденсации, температуру конденсации. В нашем случае это 50 градусов, температуру кипения задаем 10,4 градуса. Это те параметры, которые можно получить при подборе нашего кондиционера. Соответственно далее внесем изменения. Добавим потери на газовом трубопроводе. В данном случае я для наглядности добавил достаточно большие потери, порядка 10 кельвинов. Это очень много. Если у нас такие потери, это значит, что трасса очень сильно заужена. Что изменилось? Изменилась у нас температура конденсации. Чтобы преодолеть потери, которые возникли в трубопроводах и газовой магистрали, компрессору приходится более напряженно работать. Соответственно повышать температуру горячего газа, увеличивать давление. Что не рассматриваю в данном примере? Я в данном примере не рассматриваю потери на линии всасывания. Почему я этого не делаю? Потому что испаритель, вот эта вот часть установки, компрессор-испаритель ТРВ, их подбирает в завод. И потери, которые у нас идут между испарителем и компрессором, во-первых, они минимальны, потому что расстояние это достаточно маленькое. И, во-вторых, за его проектирование несет ответственность именно сам производитель. Что же мы получаем? Получаем мы на самом деле достаточно интересную картину. Слева у меня таблицы, которые соответствуют компрессору, работающему без потерь, а справа именно с потерями на газовой магистрали. Как вы видите, у нас очень сильно ухудшился холодильный коэффициент. И изменился массовый расход. Плюс таблица сама приобрела сжатый вид. По сравнению с тем, что было. У нас появились недоступные области, в которых компрессор не работает. Область, расчерченная как коричневый цвет, это малый перегрев на всасывание газа. Это чревато тем, что может происходить унос жидкого хладагента в сам компрессор. Для Копланды это не является большой проблемой, потому что из-за конструкции спирали он может определенное время работать с таким уносом. Но сам этот эффект негативно сказывается на параметрах установки. То есть испаритель может не выдавать того, что у нас заявлено. И потери в нем могут быть большими. Как мы видим, поводопроизводительность у нас тоже достаточно серьезно изменилась. И график табличный, который у нас был, претерпел значительные изменения. Опять же, появились недоступные области для работы компрессора. Что мы можем сделать? Какие выводы мы можем сделать? Первый и самый главный вывод, что даже при очень больших потерях на газовой магистрали компрессор у нас будет работать. Но, к сожалению, он будет работать не так, как рассчитывалось изначально. То есть работы он будет совершать больше, энергии потреблять больше, но водопроизводительность системы и, соответственно, работа компрессора будет впустую. То есть она значительно уменьшится. Плюс компрессор может попасть в нерабочие режимы, в которых он либо будет захватывать хладагент, либо у него будет наблюдаться перегрев самого компрессора и выход его из строя. То есть в данном случае, если у нас есть значительные потери на выходе из компрессора и в трассе газовой магистрали, то компрессор начнет сначала увеличивать температуру подачи газа и давление подачи газа. А когда это напрямую отразится на работе конденсатора, который мы все-таки подбираем на определенную отдачу тепла от компрессора, и далее отразится на всей системе, на ТРВ и на системе испарителя. То есть работать будет, но не в тех параметрах, которых мы ожидали. Далее давайте рассмотрим, что происходит внутри компрессора. Мы знаем, что внутри компрессора у нас есть масло и, соответственно, циркулирует фреон. Эти два вещества взаимодействуют друг с другом. Начнем с того, что масло имеет свойство к абсорции хвадагента в газовой фазе. То есть масло, которое находится в карте компрессора, способно растворять в себе газовый фреон, находящийся в газовой фазе. Для каждого масла и для каждого типа фреона характеристика данной растворимости разная. Но в любом случае это свойство фреона и масла имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Положительные стороны заключаются в том, что благодаря смазке, в том числе растворенной подагент, у нас происходит смазка деталей компрессора. Плюс уплотняются динамические соединения внутри компрессора, что способствует уменьшению перетечек. Что же плохого? При такой растворимости у нас снижается кинематическая вязкость масла. А это напрямую влияет на смазывающую способность смазки. У нас появляется унос масла. И если унос будет достаточно большой и масла в контуре очень много, то у нас будет появляться масляная пленка в испарителе, что будет ухудшать его работу и теплообменную способность. Плюс масло может накапливаться также в испаритель, что может привести к гидроудару. Давайте посмотрим на таблицы смешиваемости и растворимости. Растворимость, как я уже говорил, называют именно насыщение масла хладагентом в паровой фазе. Смешиваемость же это способность двух жидких средств смешиваться между собой. В целом масло и хладагент могут смешиваться неограниченно в жидкой фазе. Но для каждого масла и для каждого хладагента существуют так называемые разрывы смешиваемости. В данном случае представлен разрыв смешиваемости для масла бицера BSE55 и двух различных хладагентов 134А и R410А. Как мы видим, в одном случае у нас смешивается в 134А достаточно на большом диапазоне температур и процентного содержания. Здесь же мы видим, что температура должна быть большая и содержание самого масла для того, чтобы происходило растворение хладагента, тоже должно быть большое, то есть не ниже 60%. Что же касается растворимости, вернемся к этой диаграмме, то мы видим, что чем выше у нас давление и ниже температура, тем растворимость хладильного агента в масле увеличивается. Если же мы посмотрим на низкое давление и среднюю температуру, то мы видим, что растворимость достаточно невысокая. Соответственно, что это для нас означает? Что масло поглотит порядка 10% хладагента от своей массы и весь остальной хладагент не будет растворяться, будет либо выпадать в жидкость, либо будет стоять газовым столбом над маслом. Так что же у нас происходит? Почему происходит унос хладагента в трассу? Давайте рассмотрим следующую ситуацию. У нас остановился компрессор. Остановился компрессор и происходит следующее. Газовый хладагент, который докипает в испарителе, начинает мигрировать. Часть из него смешивается с маслом. То, что не смогло смешаться, то выпадает вниз картера. Это негативное влияние, так как сервисник, который может прийти и посмотреть на уровень масла, он заглянет в глазок и увидит, что уровень масла у нас достаточен. И подумает, что все хорошо, запустит систему. Что же произойдет, когда он запустит систему? Из-за того, что у нас понизится давление, произойдет резкое вскипание хладагента, как растворенного в масле, так и того, которое находится под маслом. Вскипая хладагента, будет происходить вспенивание масла. И будут уноситься достаточно большие частички масла. То есть мы видим, что чем чаще стартует у нас компрессор, тем для него это хуже, тем больше масла будет выпрыскиваться в трассу. Для того, чтобы у нас этого не происходило, мы ставим подогревы картера компрессора, для того, чтобы фреон, растворенный в масле, он постепенно выкипал. Вспенивание масла не происходило. Если же мы не будем ограничивать количество стартов, то мы можем наблюдать следующую картину. Когда у нас сначала в глазке будет достаточное количество масла, но потом в процессе работы масло уйдет все в трассу и компрессор будет работать без маски. Декомпрессор это чревато выходом из строя, поэтому такие режимы не рекомендуются. У самого Коплана в инструкции по эксплуатации есть ограничения. Это до 10 запусков в час, не более. Соответственно, на количество запусков влияют исключительно параметры самого контура и того, в каких условиях компрессор будет работать. То есть, если у вас маленькая тепловая нагрузка, вы задали маленький гистерезис работы компрессора, то он будет очень быстро сбивать температуру и часто останавливаться и часто запускаться. Соответственно, это приведет к дальнейшему поломке нашего компрессора. Так, ну, разобрались с тем, как оно попадает в контур. Давайте перейдем к тому, что происходит дальше. Масло, которое уносится у нас в контур кладагента, вначале движется с газом в виде маленьких пузырьков, маленьких шариков. Потом оно осаждается на горизонтальном участке трубы. Если мы говорим о том, что она осела на дне трубы под действием силой тяжести, то мы должны учитывать скорость. Скорость для того, чтобы масло продолжило у нас двигаться вместе с потоком, не должна падать 2,5 метра в секунду. Откуда берется это значение? Существует такое понятие, как скорость витания. Скорость витания – это то, с какой скоростью осаждается частица в потоке газа под действием силой тяжести. Соответственно, скорость витания напрямую будет зависеть от того, какой поток у нас идет в трубе, то есть в маминарный либо турбулентный. Расчетные способы показали, что для горизонтального участка трубы эта скорость должна быть порядка 2,5 метров в секунду, не менее 2,5 метров в секунду. Если будет менее 2,5 метров в секунду, то масло просто остановится и будет лежать внизу, независимо от того, как что-то у нас в водоге. Для вертикальных участков трубопровода есть разные данные. От 5 и более метров. Соответственно, более правдоподобные данные, которые находил я, это порядка 7 метров в секунду. Если скорость у нас будет порядка 7 метров в секунду в вертикальном трубопроводе, то масло будет подниматься вместе с потоком. Что будет происходить, если скорость будет недостаточной? Во-первых, если скорость будет недостаточной, то масло начнет опадать. Второй плохой момент, что оно будет накапливаться в маслоподъемной петле. Потом скорость потока из-за увеличения давления будет поднимать на какую-то высоту наше масло. То есть будет образовываться так называемая масляная пробка. С повышением давления эта масляная пробка будет переходить дальше и в конце концов дойдет до нашего испарителя в виде большого количества масла. Что неминуемо потом приведет к гидроудару в компрессоре. Потому что это масло в итоге вернется именно в сам компрессор. С этим, надеюсь, разобрались и здесь все понятно. Идем дальше. Забыл здесь сказать, что в нашем случае еще очень большую роль будет влиять на то, какой вязкости у нас среда и то, какого диаметра у нас будут захватываться частицы. Это будет очень важно. Соответственно, мы видим, что для того, чтобы масло у нас возвращалось оптимально в контур, мы должны придерживаться определенных скоростей. Так, в принципе, на газовые магистрали рекомендуют скорости 6-15 метров в секунду. На жидкостные магистрали рекомендуют скорости до 1-2 метров в секунду. Мы поговорим отдельно о вскипании и объясним, почему скорость здесь гораздо ниже. Потери по давлению у нас будут вычисляться, исходя из плотностей, потери давления и, соответственно, перепада по высотам. Потери давления у нас будут тоже напрямую зависеть от того, какой поток у нас в контуре, ламинарный либо турбулентный. Надо понимать, что турбулентный поток, он вызывает большие потери, ламинарный вызывает меньшие потери. Но при ламинарном скорость, соответственно, будет ниже. Ниже скорость, плохой возврат массы. Здесь необходимо искать золотую середину. Что еще хочется отметить? Как мы уже поговорили о компрессоре и выяснили, что, в принципе, длина трассы для него не будет критичной. То есть он сможет работать просто с другими параметрами. Но существует еще момент, что в компрессоре есть только определенное количество масла. Соответственно, оно будет уноситься и залегать в петли. Чем больше петель либо застойных зон для нашего масла, тем больше вероятность того, что компрессор рано или поздно начнет работать на сухую. Добавление масла не является панацеей в данном случае, так как если мы добавим большое количество масла, то опять существует вероятность, что рано или поздно масло накопится у нас, допустим, в конденсаторе и вместе с жидкостью вернется в компрессор, неминуленно приводя к гидроудару. Соответственно, этот вариант для нас не подходит. Как вы знаете, мы рекомендуем делать петли 5-6 метров для газовой магистрали. Можно делать петли ниже, но петли ставить обязательно. Конструкция петли должна быть минимальной. То есть нельзя делать петлю длинной. Слишком длинной, так как в длинной петле будет накапливаться большое количество масла. Ну и плюс помним о том, что магистрали должны иметь уклоны, чтобы масло могло двигаться, в том числе под действием силы гравитации, в направлении элемента. Отдельно хочется остановиться на том, что в холодильной технике допускается менять диаметр на горизонтальных участках и на вертикальных. Соответственно, через переходы можно перейти с большего диаметра на меньший с минимальными потерями, что позволит нам уменьшить потери по давлению по горизонтальному участке, при этом сохраняя необходимую скорость. И увеличить скорость на вертикальных участках. При просчете наши УТСП иногда так делают и дают рекомендации менять диаметры, что позволяет сделать возврат масла более интенсивным. Теперь давайте поговорим о системах с переменным расходом. Как вы все знаете, в наших системах стоят маслоотделители и мы рекомендуем делать одну трассу по определенным правилам. В технической литературе для интенсификации возврата масла в системах с переменным расходом и с переменной холодопроизводительностью можно встретить решение на двух трубопроводах. Почему это решение стало, некоторые производители рекомендуют его. Во-первых, когда у нас будет снижаться скорость работы компрессора, соответственно, кладагент и масло пойдут по маленькой магистрали, которая как раз и считается на то, чтобы скорость в трубопроводе была достаточной для подъема при работе на минимальной ступени. Когда же компрессор будет выходить на максимальные обороты, то вот эти две трассы должны у нас по своей пропускной способности и по скорости соответствовать нормальной магистрали. То есть той магистрали, если бы мы сделали ее из одного трубопровода. Соответственно, вот такое вот можно найти решение. Давайте теперь посмотрим на картинку из промышленного холода, где у нас есть холодильная централь, состоящая из нескольких конпрессоров и конденсатор и испаритель. Мы можем здесь увидеть элементы, которые при проектировании именно холодильных централей обязательны. Это маслоотделители и отделители жидкости. Чем ниже у нас температура кипения и меньше перегрев, тем отделитель жидкости нам становится более важным. Отделитель же масла, как вы видите, здесь сделана общая масляная централь, которая позволяет осуществлять адекватный возврат масла. Давайте поговорим именно о маслоотделителях вначале. Они бывают разных типа, бывают барботажные, инерционные, циклонные, но мы остановимся с вами именно на инерционных и циклонных. Эти маслоотделители, работа их основана на том, что мы снижаем скорость потока и меняем его направление. Это позволяет нам осаждать масло в нижней камере. У циклонных немножко другой принцип, но по сути то же самое. То есть благодаря центробежной силе закручивающегося потока масло начинает стекать по стенкам. В конце концов у нас происходит изменение направления движения, что позволяет также снизить скорость и, соответственно, предотвратить унос масла. Какой-то свежей литературы по этому вопросу достаточно мало, но в старых советских книгах и учебниках скорость движения водогента в маслоотделителях рекомендуется держать не более 0,5 метров в секунду. А подбираются они по диаметрам газовых трубопроводов. Что еще хочется отметить? Хочется отметить то, что эффективность данного решения достаточно высокая. Так, например, для инерционных маслоотделителей характерна эффективность по заявлениям производителей до 80%. Для циклонных маслоотделителей производительность по делению масла характерна до 90%. То есть, как мы видим, практически любое количество водогента мы можем собрать. Для чего, что нужно помнить, когда мы используем маслоотделитель? Нужно помнить о том, что для того, чтобы эта система хорошо работала, нужно установить после маслоотделителя обратный клап. Для чего мы это делаем? Мы помним, что масло имеет свойство накапливать водогент. Соответственно, абсорбция водогента маслом. Так вот, если мы не поставим обратный клапан, то когда машина у нас остановится, внизу у нас будет скопиться масло. И это масло начнет насыщаться водогентом, который у нас там был в трассе на остановленной машине. Там из ресивера, из конденсатора и так далее. Что приведет впоследствии к поднятию уровня и открытию поплавка. Для некоторых систем возврата масла это не будет иметь значение, а для некоторых это будет критично. Так, если мы говорим о возврате масла через электронный регулятор уровня масла, то это не будет критично, так как внутри самого электронного регулятора уровня масла есть поплавочек, который меряет именно количество масла в картере компрессора и сам клапан открывается, когда этот уровень падает. То есть количество масла в маслоотделителе не будет играть для нас большой роль. Но существуют варианты, когда возврат делается напрямую на всасывание через небольшую трубку. И в таких случаях возможны проблемы, связанные с гидроудромом в компрессорах. Когда поплавок откроется и большое количество и жидкого хладагента и неносимого масла пойдет на всасывание в компрессорах. Принцип действия отделителей жидкости такой же, как и у маслоотделителей. Немножко различается конструкция. То есть точно так же мы меняем скорость потока в сосуде и меняем направление движения потока. Соответственно отделители жидкости. Как мы помним из картинки, на промышленных холодильных установках они всегда стоят. Почему? Потому что если установка работает в достаточно больших пределах как по холодопроизводительности, так и по температуре кипения, могут возникать моменты, когда хладагент не выкипает до конца. И в компрессор могут уноситься жидкие капли как масла, так и хладильного агента. Соответственно в таких случаях как раз и ставятся отделители жидкости, которые позволяют собирать нам жидкий хладагент и масло вместе с ним в резервуар и потом постепенно подавать на компрессор. Они бывают различных типов, различных конструкций. Соответственно могут быть со встроенным теплообменником для того, чтобы у нас поддерживалась температура и чтобы происходило выкипание. А могут быть просто обычными, сделанными из трубок различных конструкций. Перейдем к следующему моменту и последнему на сегодня. Поговорим о вскипании хладагента в жидкостной магистрали. Как я и говорил, потери по удавлению в жидкостной магистрали не регулируются, но при этом рекомендуется держать достаточно небольшую скорость. Что же происходит? Почему потери мало зависят? Потери нас не интересуют в жидкостной магистрали, но при этом мы должны контролировать скорость. Давайте посмотрим на участок трубы. Участок трубы, состоящий из нескольких отрезков. По 2 по 5 метров и 1 по 2 метра. Мы взяли для расчета холодильную машину мощностью 10 кВт с температурой кипения 10 градусов и температурой конденсации 50. При этом при охлаждении взяли стандартное 2 кельвина. При он взяли 407 кельвина. Как мы видим, при движении хладагента через трубу, через каждый участок, происходят небольшие потери подавления. Соответственно, в том числе меняется температура насыщения. Именно температура, при которой при этом давлении происходит кипение хладагента. Что мы видим? Что для трубки диаметром наружным 8 мм внутренней получается порядка 6 мм. На горизонтальном участке в 7 мм мы приходим к тому, что температура насыщения равняется температуре жидкости. Что нам это показывает? То, что на следующем участке трубопровода произойдет мгновенное вскипание хладагента. То есть, если у нас будет еще метр трубы, то хладагент начнет кипеть. Соответственно, это проутрированный случай, чтобы показать, что такая ситуация при неправильном проектировании хладильной хрионовой трассы на жидкостной линии может привести к значительным проблемам. О них мы еще немножко поговорим. В данном случае мы рассмотрели ситуацию с горизонтальным. С вертикальным ситуация похожая, но все происходит еще хуже. То есть, если мы говорим о вертикальном участке и подъеме жидкости по нему, то мы видим, что то же самое происходит уже не на 12 метрах, а всего лишь на 6 метрах. То есть, на 6 метрах вертикального трубопровода при тех же самых параметрах и той же самой трубе мы получим вскипание хладагента. Почему это важно, почему я решил на этом остановиться? Это важно, потому что, когда хладагент начинает вскипать внутри трубы, то у нас сразу же происходит рассвоение смеси массового прионта. И к ТРВ начинает приходить уже парожидкостная смесь и начинает неправильно работать ТРВ, начинает неправильно работать испаритель. Это приводит к падению холодопроизводительности. Плюс, как я уже сказал, идет рассвоение смеси, соответственно, возврат масла не происходит. Масло остается в трубе и рано или поздно оно либо ее закупорит, соберется в масло в подъемной трубе с повышением давления, и тогда ее протолкнет наверх в масляную пробку. Либо, ну, и это в свою очередь приведет к тому, что это масло попадет обратно в компрессор в большом количестве, что вызовет гидроудар. Решением данной проблемы является либо установка переохладителей, либо, если вы все-таки не уверены, длина трассы как бы очень большая, то, соответственно, стоит ставить тогда масло отделители и, возможно, отделители жидкости. Забыл сказать, что отделители жидкости нельзя использовать в системах с так называемой функцией pump-down, когда у нас после остановки системы компрессор работает некоторое время и когда ТРВ закрыт. При закрытом ТРВ для того, чтобы откачать пары хладагента. И нельзя работать маслоотделителем жидкости на системах, заполненных зиотропными смесями, такими как 407-й хрион, потому что эти смеси имеют компоненты, имеющие разную температуру кипения, что может привести к корректной работе. Когда у нас в отделителе жидкости будет скапливаться один компонент, другой будет циркулировать в трассе. Наверное, это все. Готов ответить на ваши вопросы и поговорить более подробно, если вас что-то интересует. Так. Перехожу во вкладку вопроса. Коллеги, есть ли у вас вопросы? Похоже, нет. Я думаю, нам нужно немножечко подождать, пока вдруг все сейчас резко напишут кучу вопросов. Или нет? Ну, только вопросы. Вот в общем чате. Да, скинут. Запись, я так понимаю, что ведется, соответственно, все будет доступно. Да. Сергей, в общем чате есть вопросы? Да, вижу. Да, Евгений, массово-подъемные петли в любом случае нужно ставить. Это необходимо делать, потому что скорость потока масла тоже не может бесконечно поднимать вот эту масляную пленку, которая образуется в трубе. Соответственно, уровень подъема этой масляной пленки составляет порядка 6-7 метров. Соответственно, поэтому мы через каждые 6-7 метров ставим массово-подъемную петлю, чтобы у нас не происходило вот обвала нашего масла как бы внутри контуры. Сергей, еще чуть выше есть вопрос про инвесторные машины. Как я уже говорил, что там на наших инвесторных машинах в обязательном порядке стоит маслоотделитель, который контролирует уровень масла и позволяет отделять его как бы на этапе, на самом близком компрессору этапе. Также существуют рекомендации по выбору диаметра приема проводов для наших инвесторных машин, соответственно, и количеству петель, и компоновки. Вариант, который я показал, тоже допустим, но он требует более углубленных знаний и, соответственно, от инвесторного кондиционера требует выполнить расчет. Он как бы сам по себе несложный, но это надо заморочить. Некоторые производители имеют специальные монограммы в зависимости от производительности от диаметров трубопроводов и, соответственно, предлагают выбор, в том числе для систем с инвесторами, выбор по монограммам. Вопросики посыпали есть? Евгений, да, петли ставят в основном только на газовой петле. На жидкостной петле можно ставить петли, если у вас схватильная централь и вы поднимаете жидкий фреон снизу. Но это достаточно редкое исполнение и в целом оно не требуется. Если вы просчитали трубу на то, чтобы не было вскипания по всей длине, то проблем не должно возникнуть. Единственный момент, что не надо путать наши системы, где у нас конденсатор вынесен наружу, с системами так называемой ВРВ и ВРФ системами. Принцип работы, в общем-то, разный. Если у нас внутри блока стоит компрессор, испаритель, и мы имеем газовую магистраль, то есть конденсатору, и от конденсатора жидкостную магистраль, то в ВРВ системах стоит наружный блок, который имеет внутри себя и маслоотделитель, и отделитель жидкости, и компрессор, ТРВ. И по трубам движется либо жидкий хладагент, либо жидкий хладагент и пар. То есть это немножко две разные вещи, и тут не надо путать. И в их случае, возможно, установка петель будет оправданной. Фильтросушитель создает сопротивление, как и любой элемент системы, который при расчете потерь необходимо также учитывать. Обычно фильтросушитель, не забитый в рабочем состоянии, создает минимальные потери по давлению. Но если фильтросушитель будет забит чем-то, либо неправильно подобран, то он будет создавать достаточно серьезное сопротивление, что будет приводить к дросселированию хладагента до ТРВ. И со всеми вытекающими негативными последствиями. То есть ТРВ будет падать давление, ТРВ изменит свою пропускную способность, в испаритель будет попадать меньше жидкого хладагента, уменьшится холодопроизводительность, вырастет температура внутри помещения, увеличится перегрев, в компрессор будет поступать горячий пар, что не позволит компрессору охлаждаться. У компрессора начнет повышаться потребление электрического тока, уменьшится давление подаваемого газа, и, соответственно, как бы все будет по кругу. Объясню, Алексей Игоревич, потому что в ресиверах хладагент у нас находится в жидкой фазе. А в жидкой фазе масло и хладагент, они практически, очень хорошо растворимы. Соответственно, давление у нас там достаточно высокое, температура, в общем-то, низкая. Поэтому проблем с рассвоением жидкости именно в ресивере нет. Поэтому возврата именно с ресивером масла не делается. Михаил, в принципе, можно обойтись без установки петли в очень коротких трассах, но, как правило, все-таки я говорю сейчас о наших машинах, конструкция под подключение внутри блока предусматривает то, что петля все-таки будет. По-другому просто не сделать выход. Либо это снизу, то есть выходишь, как бы делаешь петлю, поднимаешься наверх, либо это подключение сверху когда-то вышел и делал петлю и пошел наверх. В принципе, если там и конденсатор, и испаритель установлены на одном блоке, то петлю можно не делать. Александр Николаевич, скорость фреона рассчитывают по формулам, которые по формулам в зависимости от типа потока. Проще всего, если не вдаваться в физику, использовать специальные программы, такие как, допустим, CoolSelector, которые позволяют на тех же самых формулах рассчитывать скорость. То есть вы выбираете характеристики системы, задаете элементы и, соответственно, программа позволяет достаточно быстро и качественно просчитать в общем-то всю сеть. Мирослав Владимирович, хороший вопрос. Мы считаем, что подогрев картера в общем-то желательно ставить во всех случаях, потому что наши системы основного кондиционирования не имеют функции Pump Down, поэтому при остановке в испарителе происходит докипание хводагента, который в итоге будет абсорбироваться маслом внутри, что приведет опять же к неверному значению глазки, а во-вторых может привести к вспениванию хводагента при старте. Величина перегрева зависит от того, какие параметры вы задаете системе, и она может меняться. в среднем это от 7 до 12 кельвинов значения перегрева. Переохлаждение стандартное это порядка 2 кельвинов, когда необходимо добиться большего переохлаждения, то мы используем переохлаждение, системы с переохлаждителями от компании Глунт. Но тут стоит отметить, что все еще зависит от того, на какие температуры считается сама система, и какой резерв по поверхности будет иметь теплообменник. То есть, если мы говорим о том, что мы подбираем штатный конденсатор, подбираем его на плюс 37, то естественно при плюс 35 у нас значение перегрева будет отличаться от двух кельвинов, то есть, оно будет как бы больше. При 30 еще больше. Если же мы говорим о резерве поверхности, то даже на плюс 37 разный конденсатор дает разный запас. То есть, тут тоже можно добиться переохлаждения. Ну да, тут коллеги написали про курс селектор. Смотрите, он понимает это таким образом, что петля, которая находится у нас перед толстой трубой. Она рано или поздно будет заполнена маслом. Соответственно, как только она заполнится маслом, то давление произойдет за ее закупоркой. И фадагент у нас пойдет по небольшой трубочке. смотрите, Дмитрий Игоревич, у нас есть функция аудита системы вашей. То есть, когда вы делаете проект, присылаете его нам и мы смотрим на вашу аксонометрию, что будет происходить в вашем контуре. 30 метров это в общем-то не панацея. У нас есть уже выполненные проекты, в которых длинных трасс гораздо больше, в том числе инверторных компрессоров. Соответственно, все зависит от конкретного случая. По подбору трубопроводов для инверторов я вас услышал, я думаю, что возможно стоит сделать для этого отдельный вебинар, именно разобрать инверторы и именно привести формулу расчетов. Татьяна пометит себе и мы наверное сделаем это. А, Авдеев, Павел, прошу прощения про вопросы. Я думал, что вы их тоже видите в чате. Так, Евгений. Какой вариант более критичен для возврата масла, когда конденсатор выше компрессора или наоборот? Естественно, для возврата масла для нас более критичен конденсатор, находящийся ниже компрессора. Во-первых, потому что водагент в газовой фазе легко уносит масло и оно скапливается в конденсаторе. Во-вторых, как я уже писал выше, говорю выше, то когда мы поднимаем жидкость снизу вверх, то существует вероятность ее вскипания. Здесь надо быть очень аккуратным, потому что на эту жидкость будут действовать два давления. Статическое и, соответственно, давление, которое создает поток. Статическое давление будет обусловлено именно высотой столба. Чем выше мы поднимаемся, тем давление жидкости будет уменьшаться. Этот момент нужно помнить. Соответственно, если неправильно рассчитали, то происходит вскипание, масло перестает возвращаться либо возвращается в более большом объеме и мы получаем проблемы. Ермаков Николай Вадимович. Сергей, при установке конденсатора ниже компрессора 8-10 метров, как подобрать мощность переохладителя. Спасибо, Михаил. Как я уже говорил, здесь надо смотреть оксонометрию и переохладитель, смотреть диаметр трубопроводов и смотреть, какое переохлаждение нам потребуется для того, чтобы нивелировать вот это разное давление. Изменение давления статического и изменение давления при потере. Алексей Игоревич, к сожалению, я не могу вам ответить, насколько велики потери давления в циклонном отделителе масла. Это будет зависеть от типа и от производителя. Поэтому, к сожалению, нет таких данных. Вопрос был, насколько велики потери давления в циклонном отделителе масла. Сколько метрам магистрали это соответствует. Но я думаю, что это все-таки небольшие потери, так как скорость вхождения и движения в масло отделителя будет достаточно низкой. Как я и говорил, это порядком 0,5 метров в секунду. Абдеев Павел Есть ли в ваших инверторных системах режим разгона компрессора при долгой работе на минимальных оборотах? Да, такой режим возможен в работе, но тут еще зависит от того, как настроена сама система. То есть, если вы понимаете, что у вас недостаточное количество теплоты нужно отводить от помещения, то надо очень тщательно подходить к настройке. Потому что в основном алгоритм работы инверторов это такой, что он разгоняется до определенной величины. Потом, если он видит, что температура снижается, то он начинает снижать обороты, доходит до определенного минимума и держит на этом минимуме определенное время. И вот здесь важно понимать, что если у вас этот минимум достаточно короткий и компрессор сильно охватит, то он просто остановится. Авдеев Павел Сергей Максимальные трассы на инвертанных компрессорах какие были в вашей практике? Ну до 60 метров точно были. Надо смотреть, вспоминать всех проектов не упомнить. Но 60 метров были. Евгений Председенные кондиционеры планируют приводить на новые креоны? Здесь вопрос на самом деле еще пока открыт. Мы видим, что вся Европа движется на пути к экологии и соблюдает так называемый F-GAS директив, который подразумевает сокращение озоноопасных водагентов. Есть проблема с приходом на новые креоны. Рано или поздно я думаю, что это произойдет, пока это не анонсировано, но это будет. Но есть проблема с переходом на новые водагенты. Водагенты есть, а вот арматуры под них как таковой клапанов, ТРВ и так далее пока не так много. Поэтому я думаю, что сначала подтянутся производители комплектующих, а потом уже производители техники начнут переходить. Андрей, приветствую. Вопрос от вас в каких случаях дозаправка маслом требуется. Дозаправка маслом требуется в тех случаях, когда вы приезжаете на пусконаладку, запускаете систему, она работает, какое-то время выходит в режим и вы видите, что возврата масла у вас контур не происходит, что глазок у вас либо пустой, либо не дотягивает до половины. В этих случаях я бы рекомендовал все-таки провести дозаправку маслом. Но именно это надо делать аккуратно, смотреть на конфигурацию трассы, возможно она сделана неправильно и есть какие-то места, где прелом просто залегает. Допустим там где-то за стенкой был сделан переход между диаметрами и вертикальный участок был сначала узкий, а потом стал достаточно широкий. Соответственно в петле будет залегать масло, потому что скорости будет недостаточно. Поэтому в данном случае надо смотреть проект, что сделано на объекте и контролировать как возвращается масла. Иначе можно получить печальные последствия. Громов Дмитрий не очень понял вашу фразу в глазке не будет масла после отстоя. Масло стечь должно. Если вы говорите о том, что при работе компрессора не должно быть масла в глазке, это неправильно. При работе компрессора масло в глазке должно быть постоянно. При этом оно должно не опускаться ниже трети. Вот это самое минимум. Если у вас компрессор работает и при работе вы не видите в глазке при устоявшемся режиме масло и оно не возвращается, значит у вас проблемы. в данном случае требуется аудит трассы, смотреть как сделано трассы и соответственно пройти, проверить если необходимо дозапрать. Андрей, нет, в наших системах рассчитать это заранее не получится. Допустим у Дайкина в одно время в инструкциях была информация по доливу масла в зависимости от увеличения длинной трубопровода, но это было для сплитов. А для промышленных систем я вам такого не помню. Евгений, если маслоподъемные петли на газовую трубу в любом случае нужно ставить, зачем нужен дополнительный маслообилитель? Евгений, как я и говорил в презентации, что если у вас высота и количество петель будет очень большим, то у вас рано или поздно выгонит все масло. Либо количество этого масла, которое будет циркулировать в системе будет достаточно большим. Обычно это количество масла должно быть порядка 10% от заправки. Ориентировочно. Если у вас будет больше, то опять же существует вероятность того, что где-то масло скопится и вот это скопление масла либо придет в компрессор, либо как бы целиком, либо будет накапливаться пока не скопится все. Поэтому, чтобы не было проблемы, лучше ее предотвратить на зародыш. То есть, поставив маслоотделитель, вы себя страхуете от того, что количество масла, наносимого в систему, будет нарастать. так, не понял. Так, я про то, когда компрессор встал. Я про то, когда компрессор встал. Ну, я думаю, что Дмитрий я вам ответил, что даже когда компрессор встал, как бы при работе и встал, как бы оно даст, течет, но все равно в глазке при работе и остановке уровень масла должен быть. Как у меня были фотографии с абсолютно пустым глазком, такого быть при работе и остановке не должно быть. Так, у Дамфас есть рекомендации для их компрессоров. Да, возможно, есть рекомендации для Павела Виль. Для у производителей компрессоров, но в связи с тем, что мы используем не отдельный компрессор конкретный, а мы используем уже систему, которую предлагает завод, то в данном случае вопрос несколько другой. То есть рекомендации завода производителя компонента они, конечно, важны, но ответственность на себя берет все-таки производитель самой установки. Так, Евгений, зачем нужна самая верхняя перевернутая петля? Вот эта обратная петля необходима нам для того, чтобы, если у нас образовывается масляная пробка тем или иным образом, то это масло как бы переваливалось и шло дальше. Так же, когда у нас поток идет, то поток углы будут нам создавать большее сопротивление, чем плавные переходы. Соответственно, делая вот эту петлю, мы замыкаем контур и предотвращаем обратную перетечку масла и так далее. То есть масло у нас уже в обратную сторону ни при каких обстоятельствах не потечет. Дмитрий Игоревич, есть рекомендации под оливу масла в зависимости от длины торгового вода и Веймерсона? Возможно. Но нам понимаете, трудно комментировать то, что рекомендует другие производители. В нашем случае рекомендация завода, что трассы должны быть рассчитаны таким образом, чтобы долив не требовался. В вопросах есть вопросы. Как в ваших кондиционерах реализуется возврат масла? В наших кондиционерах, как я говорил, в инвертанах существует возврат масла благодаря маслоотделителям, а во всех остальных это правильно спроектированная трасса. В некоторых случаях, когда идет превышение трассы, завод может штатно добавить маслоотделителям. Артем, а с центробежными машинами как быть? К сожалению, я не специалист по центробежным компрессорам. Поэтому прокомментировать данный вопрос не могу. Евгений, ну вроде мы закончили с вопросами. Евгений, еще вопрос. А? В системах ВРФ с маслоотделителями в наружных блоках получается не нужно ставить петли на газовой трубе. Евгений, в ВРФ системах совсем другой принцип. Там циркулируют жидкий хладагент. Соответственно, жидкий хладагент хорошо растворяет масло и каких-то проблем с уносом там в общем-то не возникает. Плюс надо понимать, что в ВРФ системах большие длины достигаются в том числе переразмеренными компрессорами. То есть компрессор больше, соответственно, может прокачать больше трубопровод. А так, рекомендации по маслоподъемным петлям в общем-то нет. Евгений, пожалуйста. Спасибо большое, Сергей, за интересную презентацию в целом. Подписывайтесь на наши соцсети, мы выкладываем там много всего интересного, всевозможные анонсы и прочее, видео. и будем рады видеть вас среди наших подписчиков. Коллеги, всем спасибо, всем хорошего дня, не болейте. Берегите себя, берегите себя. Спасибо. Спасибо. r . Спасибо. Спасибо.